Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Galaxy A70 очень сильно отличается от всей линейки, от своих собратьев. Galaxy A30, Galaxy A50, Galaxy A40 и так далее, A20 еще есть. Их очень много в этом году, в 2019 развелось. Отличается, конечно, не только тем, что здесь Qualcomm Snapdragon 675, что, конечно, круто, но и тем, что здесь формат экрана 20 на 9, это самый большой экран в линейке именно о серии 2019 года, целых 6,7 дюйма. Это много. Я расскажу об этом телефоне. Плюсы, минусы, особенности. Здесь есть, в принципе, все. Даже есть быстрая зарядка, проводная, правда, 25 ватт. Здесь есть широкоугольная камера, есть возможность снимать видео в широкоугольном формате. И есть модуль NFC, есть достаточно большая батарейка 4500. Видели мы побольше батарейки, но это тоже очень хорошо. Ну и начнем мы с внешнего вида. Знаете, Samsung такая крупная корпорация, такая крупная и так косячит. На официальном сайте Samsung по состоянию на конец мая 2019 года не написано даже какой процессор. На коробке не написан какой процессор. Пожалуйста, процессор восьмиядерный, 2 ГГц, две точки, 1,7 ГГц. Это что? Так не должно быть, конечно. Должны писать, тем более здесь есть чем хвалиться. Это Qualcomm Snapdragon, но не пишут. Не знаю почему. Поэтому, по одной информации, задняя крышка стеклянная, по другой непонятно вообще ничего. Не написано какая рама, металлическая или нет. Но рама, судя по всему, все-таки должна быть металлическая, просто сверху она покрашена, я так понимаю. А задняя крышка, она все-таки скорее всего стеклянная, хотя по ощущениям и пластик напоминает и стекло, но наверное все-таки стекло, потому что такая информация есть. Самое приятное, тут и плюсы и минусы есть в этом решении, то что телефон не скользкий, он реально практически не скользит и под очень большими углами он практически не сползает. Это круто, это очень круто. Я уже настрадался и бил телефон и разбивал, падали они у меня, когда без чехлов и скользкие. С другой стороны, отпечатки собирает очень активно. Один из самых марких телефонов, именно вот такой цвет, судя по всему. Другие, возможно, расцветки будут не такие марки. Отпечатки очень сильно видны. По дизайну тут практически все стандартно и ничего нового нету. Наверное, это хорошо. Нет никаких лишних кнопок, которые многим не нравятся. Кнопка включения, кнопки громкости под большой палец правой руки, сверху только дополнительный микрофон. Слева тройной слот, и это реально круто. Две сим-карты и карту памяти в телефон поставить можно. Снизу динамик. Динамик нормальный. Мне сложно что-то про него сказать плохое и хорошее тоже. Это не флагманский аппарат, разумеется. Динамик в меру громкий. Чуть не хватает, на мой взгляд, высоких частот. Сканер отпечатков встроен прямо в экран. И знаете, когда я тестировал сейчас Mi 9, но он подороже, Xiaomi Mi 9. В Mi 9 сканер работает лучше. В Samsung он срабатывает, но опять же, медленнее. Поэтому, наверное, те люди, которые много писали, что сканер не срабатывает, я высказался про Mi 9. У меня все срабатывало и в старых Samsung. Но в флагманских аппаратах сканер работает более быстро. Но здесь просто помедленнее. Но срабатывает. В принципе, с дизайном, наверное, все. Единственная моя благодарность лично Samsung. Они молодцы, то что оставляют разъем для наушников. Им можно пользоваться, можно не пользоваться. Но он есть, и это очень хорошо. Это реально лишний плюсик. Камеры практически не выступают, но о них подробнее расскажу. И самое интересное, конечно, дисплей. Прикольно то, что здесь... Ну как прикольно. Это огромнейший 6,7 дюймов экран. 2 400 на 1080. Экран реально огромный. В нем есть вырез под фронтальную камеру на 32 мегапикселя. Я к чему говорю. Ощущение все равно есть, что телефон в руке, ты держишь экран. Рамки относительно небольшие. Вот насколько, наверное, можно было сделать маленькими. Их сделали. Ложных нажатий нет. Не нажимается ничего случайно. Ну, экран просто огромный. Даже 6,7 дюймов огромный. Но, опять же, если вы хотите большой телефон, речь не идет даже с большими руками. Вы никуда не дотянете с большим пальцем. Но, по крайней мере, дизайн, на мой взгляд, нормальный. Снизу подбородочек небольшой. И все-таки несколько слов. Помните Sony обзор был? Какой же там сверху был подбородок? Это просто жесть. Здесь же все так аккуратненько. По экрану закончу несколько слов. Это Super AMOLED матрица. 6,7 дюймов. 20 на 9. Это очень широкий экран. И разрешение 2400 на 1080. 393 пикселя на дюйм. Почти 400. Это реально круто. Экран, конечно, можно настроить световую температуру. Сам по себе Super AMOLED матрица хорошая. Наверное, похвалю. Ничего плохого в нем нет. И яркости запас хорошие. Контраста. Полный порядок. Поэтому, наверное, молодцы. По железу. Так называемую производительность. Полный порядок. Qualcomm Snapdragon 675 набирает в Antutu, если вам интересно, там 169 тысяч баллов. Игры. Такие тяжелые, как PUBG Mobile или World of Tank. На максималках, конечно, вы не поиграете. Но Qualcomm Snapdragon это круто. Это многолетний опыт использования разных телефонов. И мой, и ваш, я уверен. И Qualcomm это отлично. И не только для игры. Телефон быстрый. Хотя, я не знаю почему, но этот телефон, либо может быть процессор новый, либо что-то еще. Он не такой быстрый, как хотелось бы. Нет. Он не тормозит. Но открывается все с какой-то микрозадержечкой. Я понять не могу. Либо я уже придираюсь и привык, что если Qualcomm Snapdragon, то все должно летать. Не знаю, ребят. Ну, маленькие-маленькие микрозадержечки я здесь вижу. Но все равно работает быстро. По игрушкам. Ну, я запускал игрушки. Уже PUBG Mobile я от него сам устал в каждом выпуске. Просто ставите средние настройки и будет все нормально. Запускал игрушки, типа гонки, типа гонки достаточно графические. Нормально все будет идти. Поэтому для игры телефон взять можно. Учитывая, что здесь достаточно емкая батарея, хороший AMOLED-экран. И, конечно, сам по себе экран огромный. Но просто будете играть на средних настройках. А выпускается, кстати, телефон с 6 гигабайтами оперативной и 128 встроенной памяти. Что очень даже хорошо, учитывая, что здесь еще и тройной слот. В смартфоне установлена достаточно емкая батарея 4500 мАч. Это хорошо. Смартфон, кстати, весит 183 грамма. Мой тест на воспроизведение видео показал не такие выдающиеся результаты, но выше средних. Около 13 часов воспроизведения видео на максимальной яркости экрана. Тут, скорее всего, из-за процессора. Хоть и Qualcomm Snapdragon, но флагманские аппараты. Потому что тот же от Samsung флагман, правда, 8, 9, 10, я имею в виду S-серию, она крутит там 16-18 часов. Здесь 13, но все равно это выше среднего, лучше, чем IPS-экраны, к примеру. Здесь AMOLED. В реальном использовании мне показалось, что, конечно, телефон к вечеру доживет и еще оставит вам процентов 30-40 даже при достаточно активном использовании. Поэтому, наверное, батарейку можно даже похвалить. Мне понравилось. Работает и держит заряд хорошо. В смартфоне установлены 4 камеры. 32, плюс 8, плюс 5 мегапикселей, тройной модуль. Кстати, вот могут же, вот он совсем не выступает. Вот совсем. Находятся люди, притом верящие бреду маркетологов, когда говорят, что их нельзя, типа, в телефон поставить, поэтому выступают. Люди, вы чего? Вы что, совсем, что ли, сумасшедшие? Извините за прямоту. Это всего лишь делает Apple, начала это делать для того, чтобы продавать свои бампера. Что телефон, когда лежит, остальные дурачки, извиняюсь за правду, просто копируют. Вот, положил телефон без чехла, а он лежит нормально. Положил с выступающими камерами совершенно бессмысленными. И он у тебя покачивается, и чтобы все это спрятать, приходится покупать бампер, который все это выправляет. Здесь нормально сделали. 32 мегапикселя, кстати, камера еще и фронтальная. По качеству камер могу сказать, как я не выглядывал. У меня просто нет A50 на руках, я бы сравнил с A50. И, как ни странно, прогресса нет, хотя эта модель вроде старшая. На мой взгляд, что A50 фотографировал вполне сносно, хотя многие со мной не согласились и писали, что фу, плохо, а ты хвалишь. Ну, не знаю, ребят, посмотрите сами. При нормальном освещении с A70, да как и с A50, фотографии вроде как неплохие, на мой взгляд. Оцените их сами. Что касается широкоугольной съемки, как и в других моделях Samsung, здесь она присутствует, края практически не изгибает, и это круто. Можно снимать видео в качестве до 4К. Единственное, если вы хотите снимать видео также широкоугольное, то нужно ставить в настройках 30 фпс, потому что если вы поставите Full HD 60 фпс, либо 4К, то когда зайдете в видеозапись, то значок широкоугольной камеры его не будет. Нужно вручную поставить 30 фпс и Full HD, разумеется. Общий итог. Что касается фотографий, они, на мой взгляд, неплохие, что основные, что широкоугольные. Что касается селфи, тут вообще полный зачет. А вот видео иногда фокус не слишком хорош, при том независимый широкий угол, 4К, Full HD. Видео немножко подхрамывает по сравнению с камерами, я бы сказал так. Но тоже ничего такого криминального ужасного. Опять же, оригиналы посмотрите по ссылке под этим видео. Итак, обзор подходит к концу. Сейчас я выскажу свое окончательное мнение об этом телефоне, но несколько слов об оболочке. Здесь стоит своя собственная оболочка поверх Android. И если быть точным, если мы посмотрим сведения о программном обеспечении, версия Android 9 на конец мая 2019 года, One UI 1.1. Эта оболочка мне нравится. Здесь мне нравится, что она достаточно гибкая. Например, я люблю большие ярлыки на экране, особенно когда телефоны реально огромные. Здесь не нужно ставить какой-то сторонний лаунчер. Все есть в этом. Можно настроить под себя. Самое еще важное, ну как важное, оно действительно прикольное. Я когда с Самсунгами пользуюсь, я использую Always On Display. В этом телефоне он также есть. Можно настроить на режиме уведомления различные отображения часов и так далее. Что еще по оболочке? Здесь гибкость достаточно большая. Кнопки можно переназначить. Опять же, углубленная работа с батареей. Много всего. Поменять цвет папок. Но это мелочь, наверное, но кому-то тоже, возможно, пригодится. Все-таки гибкость, она есть гибкость. Есть модуль, конечно, NFC, есть GPS, GLONASS, BEIDO, все практические режимы GPS, все режимы навигации. Обычно FM-радиоприемник есть, как ни странно, он встречается крайне редко. Итоги. Телефон оказался неплохим. Он прикольный, он хороший. На первый взгляд кажется, блин, ну куда такой дисплей все-таки. Но с другой стороны, рамочки маленькие, поэтому он не такой и огромный, но больше. Потому что средний сейчас все-таки 6,3-6,4, а здесь еще 6,7 дюймов. Плюс, опять же, он очень сильно вытянутый, 20 к 1. Но телефон, как таковых, явных слабых мест, на мой взгляд, не имеет. Но если не считать придирки, вот мои, мне не нравится, что он марки, более марки, чем многие другие телефоны, возможно, из-за цвета своего. А так в остальном, и не знаю, качество видео не дотягивает, ну не до флагманов, конечно, ребята, но видео бы хотелось еще улучшить. В остальном, прикольная, хорошая машинка мультимедийная. Опять же, выбор за вами. Если кто-то пользуется таким телефоном, отпишите несколько строк, как он вам зашел, не зашел. А у меня на этом все. Я не прощаюсь, а, как всегда, говорю, до свидания. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем, Давид. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин